12 команд из Чувашии в этом сезоне сыграют в высшей студенческой лиге, так решила жюри фестиваля. Кто-то из них станет победителем, но этому узнаем лишь в конце года. Так что у каждого КВНщика есть шанс оказаться в рядах тех самых счастливчиков. А пока команда готовится показать себя в одной восьмой финала. Ребята, расскажите, ну как готовились к новому сезону, чем сегодня вы стрелите? Увы, готовились плохо, неорганизованно, но готовились. Самое трудное, наверное, все-таки линейку поставить. То, что миниатюры, они бывают, за секунду прилетают, а вот линейка, линейка, это трудно. Что такое линейка? Ну линейка, это когда как бы все команды выходят, и должны либо себя показать, либо что-нибудь рассказать, пошутить в то же время. Это, грубо говоря, познакомить нас с залом. Вот познакомьте сейчас вас с телезрителем. Дорогие телезрители, в нашей команде он спортсмен, а я с теляга. Куда дели мальчик? У вас был же еще один человек. Мальчик у вас стесняется. Стесняется чего? Стесняется выступать перед телевидением. В прошлый раз он не стеснялся, что произошло за этот месяц? Вот это месяц, месяц, мальчик, капитан команды. Ребят, давайте сначала знакомиться. Какая команда КВН? Три-четыре. Ап! Команда Ап. Команда КВН Ап. Ап и тигру и ног в моих теле. Почему Ап? Ап, потому что вверх, юмор на подъеме, всегда вверх. Как долго собирали команду для участия в КВН? Две недели. Как удалось собрать за две недели команду? 8-800-55-535-35. Деньги на команду не проблема собирать. Команда КВН – это сплоченный коллектив, где каждый занят своим делом. Авторы пишут, актеры репетируют, вокалисты поют. Здесь у каждого есть своя роль. Но именно вместе они могут добиться больших успехов в КВН. Как распределились роли в командах высшей лиги, это мы сегодня узнаем. А пока игра началась. Я слышу, сюда и ты. Деньги есть? Нет? Без проблем. Но у меня нет с собой паспорта. Мазара нет. Но у меня нет прописки. Но ты же здоровый. Лицо, душа и творческий руководитель команды КВН – это капитан. Он, пожалуй, главный, хотя далеко не единственный человек, на котором все держится. Сценичность, обаятельность, умение импровизировать и крепкие нервы. Именно эти качества делают его одним из лидеров команд. Капитаном-то его выбрали вы сами или он настоял? Мы его не выбирали. Он изначально капитан. Я выбрал. То есть он вас заставил, да? История об этом умолчует. Перед вами команда КВН «Апп». Это высшая лига. Сегодня будут высокопарные выражения. И мы будем на высоте. Ну что, готовы покорять новые вершины? Руслан, стоп. Тебе не кажется, что у тебя проблемы с самооценкой? Ты хочешь сказать, что она завышена? Да. Иди-ка сюда. Ну что, вызывал? Миша, что случилось? Мне кажется, меня побрили. Зачем ты занимаешься в команде? Руковожу, говорю, как что делать. Или наругает? Я тебе не говорила. Не бьет? Нет. Уже хорошо, этого не доходило. Как заставляешь ребят работать вместе? Они сами все делают. У нас все молодцы. Автор – еще одна должность в КВН-овской команде. Именно он – главный шутник. Автор придумывает миниатюры, насыщает их приколами и пишет сценарии. Очень часто авторами в команде выступают все участники. И шутки пишут все вместе. Ну, рассказывай, как придумываешь текст? Ну, при разных ситуациях. Можно предположить, что я еду маршрутки, и у меня какая-то подвернулась шутка. Может, просто иду куда-то в магазин. И при других случаях. Где тебя чаще всего посещает вдохновение? Ну, чаще всего именно в троллейбусах и в других общественных транспортах. Что за атмосфера такая в троллейбусе? Веселая, очень веселая. Особенно на заднем месте. С вами Политех, а вы наши зрители. Макдак пойти пожрать, ребят, вы не хотите ли? Серег, не паникуй, я взял с собою бутеры. Ну, раз так, тогда хорошо. Вы ха-ха-ха-ха-ха-ха, а вы хи-хи-хи-хи-хи. Ведь мы мега-рифмачи. И давайте начинать. Как вы поняли, отсутствие рифмы и вокала – это не единственные минусы нашей команды. Перед вами Политех. Самые яркие, творческие, неординарные ребята учатся в других вузах. В чем заключается твоя задача, чем ты занимаешься в команде? Моя задача – проявить таланты молодых людей, чтобы они добили своего. У него получается? Потихонечку, да, ну, двигаемся. Хорошо, какие таланты из команды он раскрыл? Кто-то научился писать, кто-то танцует, кто-то поет. И, да, вот так вот. Он собрал просто всех талантливых людей из факультета. Ты что, под новости вышел? Да, блин, я думал, это «Звездные войны». Ну, войны звезд. Помнишь, Шадриков с московским подрались из-за пирожка? Такой новости не существует. Ты думаешь, что серьезно нужно придумывать новости? Вообще-то новости можно высоцать из пальца, вот смотри. У меня не получается, может, ты? Так, прекратите. Давайте уже заканчиваем, пока он лишнего не наговорил. А я уже наговорил на целый рэп-альбом. Рэпа не будет, я заснался. Фронтмен – это КВНщик, который несет концепт команды. Именно на нем лежит большая часть текста, и именно его лицо ассоциируется с командой. Это человек с опытом, способный быстро оперировать текстом. Интересный тембр, подача, внешность – все это только на пользу фронтмену. Кстати, ковать из себя фронта – это, по сути дела, всей квеновской жизни. Причем, как ни печально это признавать, есть те, кому дан он, и те, кому вряд ли. Ты знаешь, что такое фронтмен? Нет, а кто такой? Кто такой фронтмен? Это главное лицо команды. А, что, реально? Все назвали тебя, а как тебе в этой роли-то? Ну, замечательно. Долго к этому шел? Да нет, наоборот, даже приятно, когда все на тебя смотрят. Все зависит от тебя. А что от тебя зависит? У меня много слова очень, на самом деле. Слова забывал когда-нибудь? Ну, бывало. На сцене нет вроде. Ни разу не было такого случая? На сцене вообще ни разу. Ну, слава богу. Порой. Смотри, тебя уважают в команде. Это мы так. Это нормально. Мы любим друг друга. Наоборот, такая хорошая атмосфера в команде. Если не мы его унизим, то у девочки. Так что уж лучше мы. Да. Как тебе лучше, чтобы кто тебя унижал? На самом деле все равно, мы же все равно шутим. Это он такой ответит. Вы шутите? Нет. Он объявляет номера и готовит зал к последующей шутке. Он конферанс. Мы представляем его в рубашке и галстуке, но часто не помним лица. Поэтому у конферанса должны быть свои фишки, чтобы запомниться зрителю. Хоть огромная бабочка, хоть заикание или интересная манера складывать слова. Недавно ПСЖ выиграла Барселону со счетом 4-0. А в ответном матче Барселона выиграла ПСЖ со счетом 6-1 и вошла в 1-4 финала Лиги Чемпионов. Ума не приложу, откуда у меня эта информация, но ведь откуда я это знаю? Мм, парни? Пипец ты, парня, хочешь найти? К следующей игре я еще и движок научусь разбирать. Скажи, забывал когда-нибудь слова на сцене? Постоянно забываю вообще. Как выкручиваешься тогда? Что-нибудь придумываю. Что-нибудь придумываю. В зале замечают подставу? Вряд ли. Вряд ли. Я сомневаюсь. Как подашь миниатюру, так она и зайдет. Так, участниц 7. А у меня денег хватило только на одну розу. Поэтому сразу финал. Кто умеет копать картошку, шаг вперед. А кто отрывал голову курицы? Вы сразу нет. Почему? Я это и сам умею. Тем более мне городская нужна. А ты держи розу. Чего радуйтесь? Лопаты в руки и вперед! Скоро посевная! У многих команд есть еще один персонаж, вокалист. Но хочется сказать сразу, петь в КВН стоит только тогда, когда вы уверены в своих музыкальных способностях. Где-то как с шуткой, если ее плохо сказать, то она не сработает. Проще говоря, если петь, то петь хорошо. Еще одно правило. Любая КВНовская песня, в том числе и выходная, должна быть смешной. Если в песне сильный по юмору текст, то ей не нужен ни танец, ни видеоролик. На панели одна кнопка, снимай сбоку блокировку. Меня в руки возьми и меня ты купи. Девушке подари, про сам сон ты забудь. Как меня зовут? Ай-фон! Ай-фон сеть! Ай-фон! Так, девочки, прекратите! Почему ты стоишь в костюме ай-фона? У меня просто парень в зале сидит. Это намек. Легко ли петь переделанные песни? Честно, нет. Нелегко. Неспадение слов. Есть слоги, которые под звук не подходят, поэтому тяжело. Какой у тебя диапазон? Высокий. Сколько октавок? Семь. Семь октав? Ты знаешь, что у уникального голоса четыре октавы, только диапазон. Как у тебя семь? Ну-ка, расскажи. Хотела сказать три. Три октавы. Куда делать четыре предыдущие? Десяти, а три из четырех. Я дала. Свои друзьяшки, да. А вот, пожалуй, самый главный человек в команде. Именно от него зависит, как воинщики выступят. Говорю я о звукаче. Этот загадочный человек, которого мало кто видит, ответственный за звук на выступлениях команды. Ну что, Леш, привет. Скажи, пожалуйста, каково быть звукачу? Ну, ты понимаешь, что от тебя зависит все, и даже многое, наверное, потому что, если ты, например, ошибешься, то и у всей команды пойдет очень сложное выступление, то есть, и из-за этого могут не зайти многие шутки. То есть, иногда на звуках построены многие шутки вообще в КВН. Я никому не доверяю. Я сам пишу команде и сам помогаю вместе с ребятами. И мне хочется, чтобы было максимально качественно, максимально интересно и смешно, естественно. Это же КВН. Чуть ли не главное, что должен уметь звукач, это ориентироваться в ситуации, складывающейся на сцене и в зале. А если проще, звук должен включаться вовремя, а не за пять секунд до нужного момента или через пять секунд после. В общем, чтобы звукач не зарубил выступление, нужно с ним тоже репетировать. И репетировать не за час до генерального прогона. Поэтому идеальный случай, когда звукорежиссер постоянный член команды. А где у вас звукач? Звукач у нас... Звукач, к сожалению, в зале. Мы хотели бы выразить ему благодарность. Кирю, привет! Мы уже выступили, и Кирюха все классно сделал. Красавчик! Кирюха действительно молодец, и мы на него очень надеялись. И он выступил хорошо. То есть, он всю музыку включил вовремя, нигде не опоздал, нигде не перепелил? Не было ваша, он большой молодец, мы на него надеялись. Вот и прошла первая игра этого сезона. Сейчас жюри подсчитывает результаты. А значит, совсем скоро мы узнаем, кто стал лучшим на этой игре. Ребята, спасибо за игру, без исключения всем. Вот каждая команда была по-своему сегодня уникальной. И вот если говорить про открытие сезона, про 1-8, я считаю, что она состоялась. Было безумно весело, интересно и смешно. Но еще раз спасибо всем. И отдельно, наверное, хочу сказать большое спасибо. Вот прям за выступление очень хорошо зашла команда из Батриева. Девчонки Глюкозова, молодцы. Отдельно для себя вот обозначил команду, конечно, из ЧКПУ, без понтов. Но посмотрим, что из этого будет получаться. Есть очень хорошая схема. Очень разные команды все. Они еще и очень молодые. Потому что раньше ребята, в принципе, даже некоторые и на КВН не ходили. Но тем не менее, как бы вот об этом услышали, начали играть. То есть для них это сегодня была первая игра. Я думаю, первый, блин, никому. Дальше будет лучше. Дальше будет лучше. Глюкоза и команда без понтов. Именно они, по мнению жюри, подарили самый мощный заряд хорошего настроения всем зрителям. Ну а если вы уже соскучились по КВН, не унывайте. Новая игра совсем скоро. А я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова